Врияет ли мастурбация на укрепление мышц тазового дна? Как бы да и как бы нет. И как бы нет больше. Почему? Сначала начну с как бы да. Когда мы мастурбируем, когда женщина мастурбирует, она чаще всего испытывает оргазм. А оргазм это сокращение мышц тазового дна и в некоторой степени это прокачка мышц тазового дна. Но здесь есть такой подвох, и он заключается в цифрах. Давайте прикинем. Я в цифрах не сильна, но я уверена, что это я смогу посчитать. Итак, приблизительно знаем статистику, что оргазм это сокращение мышц тазового дна, которое мы не можем контролировать, я так напоминаю на всякий случай, от 3 до 15 раз. То есть сокращение за один оргазм от 3 до 15. Тут как повезет. В среднем прикинем, что это цифра 5. Ну, 5 сокращений мышц тазового дна, это в принципе хороший оргазм, запоминающийся. 5 сокращений. Сколько оргазмов мы можем испытывать в неделю? Ну, допустим, по самому скромному, 1 оргазм в день, это 7 оргазмов. 7 оргазмов умножаем на 5, это 35. Мы получаем 35 сокращений мышц тазового дна в неделю. Плюс-минус. Да? Ну, хорошо. От 35 до 50 сокращений мышц тазового дна в неделю. А теперь, внимание, вопрос! Хватит ли вам прийти в спортзал, присесть 50 раз в неделю для того, чтобы ваша бадница была орехом? Нет. Очевидно же, что нет. Этого слишком мало для того, чтобы прокачать мышцы. Именно по этой причине есть проблема, что ни оргазм, ни секс не помогают женщине прокачать мышцы тазового дна. Довести их именно до того состояния крепкого, здорового тонуса, чтобы этим нужно было похвастаться. Ну, или очень крепко обнять мужчин. К сожалению, если бы действительно секс и оргазмы помогали женщинам прокачать мышцы тазового дна, мы бы не знали таких диагнозов, как стрессовое недержание мочи, геморрой, опущение внутренних органов, выпадение стенок влагалища, опущение матки, сбой микрофлоры. Потому что когда слабые мышцы тазового дна, когда они слабые, они не закрывают вход во влагалище. Вот прямо так здесь. А когда не закрывается вход во влагалище, то это как раз и есть входом для всех нисходящих инфекций. Соответственно, у женщин есть проблемы с микрофлорой, кандида, бактериальной вагинозой. Это все то, что может провоцировать как раз через то, что мышцы тазового дна слабые и не закрываются. Дверца плотно не закрывается. И на этом, я, кажется, женщин учу. Поэтому услышали информацию, приняли во внимание, отлично. Приседать нужно намного чаще и намного больше. И, скажем, даже иметь правильную схему приседания для того, чтобы был эффект. То же самое у нас и с мышцами тазового дна. Именно по этой причине я вам говорю, работайте с тренером. Потому что тренер, он даст вам правильную программу тренировок. Он вам подскажет, как правильно выполнять упражнения. Он ответит на 100 тысяч вопросов, которые у вас возникнут в голове, когда вы начнете выполнять тренировки. Уж поверьте, я знаю, потому что я отвечаю на эти 100 тысяч вопросов в голове женщин, которые приходят ко мне на занятия. Это волшебный пингель, который может дать тренер. Да, он может вам напомнить о тренировочке. Он может на вас строго посмотреть. Соответственно, вы выполняете все вовремя, выполняете все качественно. Это все-таки под надзором. И контроль. Самое важное – это обратная связь тренера, который вам скажет, что вы выполняете технику неправильно или правильно. Он вас похвалит, исправит. Это очень важно. А потом уже, когда вы поработали с тренером, вы уже можете совершенно спокойно себе заниматься всю жизнь сами. Точно так же, как работает эта аналогия со спортзалом. Я пришла в спортзал, я ничего не понимаю в этих огромных железных штуках, которые называются тренажерами. Я занимаюсь с тренером. Тренер мне показывает, рассказывает, как с каждым тренажером работать, на какую группу мышц он предназначен, что с этим делать, дает мне правильную программу тренировок. Я хожу, занимаюсь с тренером, с тренером, а потом раз, в один момент я уже понимаю, что я прекрасно могу справляться с этим сама. Точно так же работает интимная дурнастика. Не думайте, что вы сами себе сможете там все сделать классно. Чаще всего наоборот бывает, что женщины делают себе наоборот проблемы с тем, что они самостоятельно занимаются. Потом приходится это исправлять. Поэтому сразу говорю, давайте без исправления, давайте сразу научимся это делать правильно. В чем сложность, когда я вам даю какие-то рекомендации вот так вот, да, из видео вы их слышите, я говорю, там, мигаем, да, даю вам технику. Но на самом-то деле я не могу проверить, насколько правильно вы это делаете. Когда вы приходите ко мне на курсы, у меня там есть свои инструменты, которые называются тренажеры с обратной связью, которые дают мне возможность увидеть конкретную правильность выполнения вами, мною данных вам заданий. И это очень здорово работает. Именно по этой причине такие эффективные тренировки. Даже будете вы за 2000 километров от меня, я буду прекрасно видеть, что вы делаете не так. А если я вам просто дала рекомендацию, делайте. Я верю в то, что вы будете делать это правильно. Но проверить это я не могу. Проверяю я только конкретность, правильность техник пополнения с моими ученицами. Только так это работает. По-другому никак. Welcome на курс Здоровое и желанное. Продолжение следует...